Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня главная в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Этот день отмечается с 1996 года. В настоящее время коллектив прокуратуры города Саянска – это сплав опыта и молодости. Сейчас у нас трудится 9 оперативных сотрудников. Это прокурор, 2 заместителя, 3 старших помощника и 3 помощника. Конечно же, у нас есть заведующие канцелярии и водители. Все, кто решил выбрать эту профессию, должны иметь аналитический склад ума и быть целеустремленными. Задача прокурора – контролировать соблюдение закона, а зачастую решать судьбы людей. Кроме того, служители Фемиды проводят расследования, занимаются контролем за деятельностью органов правоохранения и государственной власти. В 2017 году в Саянскую городскую прокуратуру по распределению пришли работать двое молодых сотрудников. Да, ответственные, инициативные, хорошо подготовленные молодые сотрудники, которые, я думаю, еще неоднократно покажут себя. К примеру, Петр Саганов еще и часть в школе точно знал, что в будущем обязательно будет работать в прокуратуре. После 11 класса он поступил в Иркутский юридический институт Академии Генеральной прокуратуры, который окончил с отличием. По окончанию обучения распределили в город Саянск. Очень рад тому, что работаю в таком прекрасном городе, в таком хорошем, грамотном коллективе и с хорошим руководителем. Всегда к коллегам можно обратиться за советом, за помощью, поэтому трудностей возникает мало. По словам прокурора Кирилла Расташинского, в их коллективе уже не первый год действует система наставничества, которая является эффективной формой адаптации для молодых сотрудников. В прокуратуре активно применяется институт наставничества. У нас работают как два молодых специалиста, так и работники, которые отдали прокуратуре свыше 10, 15 и даже 25 лет. Это очень важно, преемственность поколений. Конечно, пользуясь случаем, хотелось бы сказать приятные слова о нашем ветеране Федорове Лидии Михайловне, которая в прошлом году вышла на пенсию, отдала органам прокуратуры свыше 30 лет своей жизни, безупречной работы. Это очень приятно. Она всегда в наших сердцах, она всегда вместе на всех наших мероприятиях. Конечно же, всегда откликается. Помощник прокурора Ярослав Филиппов работает в отделе с июля 2017 года. По его признанию, молодым специалистам, пришедшим в слаженную команду, просто необходима помощь в освоении профессии, опыт старших коллег и просто человеческая помощь и поддержка. Несмотря на всю полноту знаний, которые передавали преподаватели, в работе возникают всегда вопросы, которые требуют дополнительного изучения законодательства. Поэтому, несмотря на то, что обучение завершено непосредственно в институте, учиться на работе приходится постоянно, потому что вопросов очень много, они все разноплановые, разносторонние. И я очень рад, что попал в такой коллектив, профессиональный, отзывчивый. С любым вопросом можно подойти, проконсультироваться. Служители Фемиды занимаются вопросом улучшения качества правового урегулирования. В обязанности прокуратуры входит защита горожан, которые соблюдают законы, борьба с коррупцией и преступниками, а также контроль за исполнением законностей жителями нашего города. В устьякшем году в прокуратуру города обратилось 452 гражданина. Это достаточно большое количество людей со своими проблемами, в которых мы также пытаемся, конечно, разобраться и помочь. Более половины этих обращений разрешено нами лично. Около половины направлено для разрешения в соответствующие контролирующие органы, в том числе с контролем, где, соответственно, нами уже проверялись качество той проведенных проверочных мероприятий, контролирующих органов, которые были ими проведены, соответственно, по жалобам. На личный прием ко мне и моим заместителям пришло 52 человека. У нас имеется график приема граждан, где абсолютно в каждый день вы можете получить консультацию от помощника, заместителя прокурора или, соответственно, меня, по интересующих вас вопросам. Я лично принимаю каждую среду в течение всего рабочего дня. Мы никогда не откажем вам в приеме. Всегда кто-то из сотрудников прокуратуры вам окажет квалифицированную помощь. Поэтому не стесняйтесь с какими-либо вопросами, в первую очередь, безусловно, касающимися нарушений ваших социальных прав. Это не выблата заработной платы. Это проблемы с пенсией. Это вопросы с ЖКХ. То есть здесь везде, конечно, мы пытаемся разобраться и будем помогать жителям города. Обратиться в прокуратуру можно при любом нарушении. От отключения воды до мошенничества с недвижимостью и главной задачей остается полное обеспечение всех прав для населения в соответствии с Конституцией, Уголовным и Административным кодексом. За 2017 год нами внесено 205 представлений, по результатам рассмотрения которых 102 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой города в Саянске городской и Зимитские суды внесено 175 исковых заявлений на общую сумму свыше 21 миллиона рублей. Внесено 43 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены. К административной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Имеется 30 предостереженных должностных лиц от нарушения закона. И также по материалам прокурорских проверок следственными органами города возбуждено 7 уголовных дел. В целях правовой информированности граждан, развития уважительного отношения к закону, работники Саянской городской прокуратуры регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами города и учащимися образовательных учреждений Саянска. Прокуратуру города на постоянной основе проводится работа по правовому просвещению граждан, правовому просвещению несовершеннолетних лиц. К нами постоянно проводятся встречи, круглые столы, интересные мероприятия с дошкольными и школьными учреждениями. Мы постоянно, мои сотрудники, постоянно ходят на какие-либо мероприятия, круглые столы по правовой грамотности, просвещению, поведению несовершеннолетних. Это, конечно, очень тоже важная работа. Главная в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод всех горожан, защита их законных интересов. В свой профессиональный праздник все работники прокуратуры получат поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе – ведомственные награды и ценные подарки. Конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы в честь Дня прокурорского работника поздравить всех своих коллег, поздравить коллег из Зиминской межрежной прокуратуры, из прокуратуры по назору за исправительными учреждениями, пожелать им счастья, пожелать им здоровья, пожелать им успехов. Пожелать им ответственного отношения к труду, что и так есть. И, конечно же, хотелось бы отметить, что коллектив прокуратуры города Саянска соответствует всем современным предъявляемым требованиям к высокому называнию прокурорского работника.